добрейшее утречка мои многоуважаемые друзья ценители обожатели уважатели почитатели любители ну и конечно персонал дачной жизни с вами всенародно любимый проект деревня life всемирно известный и признанный ведущий этого проекта сергей гончаров это само собой я и мы едем на дачу да 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 как прекрасно звучит это слово дача деревня отдых о боже как давно этого не было наверное ты мой прекрасный зритель уже доел свой новогодний шестидневные оливье отпустил в последний унитазный путь свою селедку вместе с ее шубы да и водка тебя уже не вставляет потому что приключения закончились вместе с печенью и деньгами и ты наверное говоришь мне серёга но что же будет в деревне life дальше к чему ты идешь ребята напоминаю тысяча человек и мы покупаем квадрокоптер чтобы полетать над деревни над окрестностями над близлежащими городами а это красиво ну и конечно залетай разбирай на цитаты мои искрометные шуточки и хорошее настроение коих будет еще больше так что как говорится хватит ползать у дна пристегивайтесь взлетаем до конца маршрута осталось 600 метров наконец-то раздолбанные дороги и родная деревня какое счастье приехали не удивляйтесь это позывные соседи просто чтобы знали что я приехал да уж завалило конечно конкретно ну что ты хочешь серёг не был здесь полтора месяца так что разгребайся ну есть и плюсы и минусы ладно во первых снега не так много наверное где-то примерно по колено надо пробраться к доме так ладно снега по колено это и неплохо даже местами держишь не держишь ладно хорошо пойдем погуляем по снежочку ну что господа есть и плюс и минус мы приехали но на участок я попасть не могу потому что замерз замок и и в общем как бы ключ есть толку от него мало ладно сейчас придумаем что-нибудь для начала доберемся до калитки и проанализируем ситуацию если есть камень и ты пару раз об него споткнулся значит его можно использовать как ступенечку ну ладно окей я не рассказывал но в детстве я занимался турниками и бальными танцами вон смотрите какая растяжка да вы батенька дебил если как говорится с одной стороны не получилось надо попробовать с другой ладно хорошо неплохо давай удачи тебе сергунок а это так называемый случай снежного подкопа как говорится не получается по верху пойдем по низу ладно ничего это тоже возможно сработает и фью миниц лейтер база внимания работает спецназ база мы штурмуем забор база требуется подкрепление серёдь служит но дебил это конечно не диагноз это состояние души давай уже признаем база у нас есть план б но я уже ни в чём не уверен база у меня есть подозрение что план б провалился простите пацаны серёга дорогой не надо тебе это все слезает из этого забора ты же вместе с ним сейчас упадешь братка ну не твоя история спецназ ничего страшного господи не учит жизнь дебила а можно бесконечно долго смотреть на три вещи как льется вискарь в стакан как приходит смс-ка зарплату И как Сереженька лезет через забор. Наслаждайтесь, друзья мои. Наслаждайтесь. Так, ну дальше дело нехитрое. Если не получается открыть дверь нормально, значит заходишь домой, берешь горелку и отогреваешь замок огнем. И будет нормалек. Ну что, дорогие друзья, вот мы добрались до дома. Как вы понимаете, да, заметно, что я долгое время уже не служил в спецназе и навыки немножечко я поутратил. Но это буквально вопрос одного-двух дней и я снова буду в форме. Давайте разжигать печку, потому что на улице все-таки минус 12, как-то не жарко. На снегу я спать не хочу, я не хаски. Вот, так что занимаемся сейчас делами, разогреем дом и дальше будем уже делать все, что напланировали. Ну что, неплохо, неплохо. Штаны, правда, мокрые насквозь. Ну да и хрен бы с ним. Как говорится. Сейчас протопимся, сейчас прогреемся. Ну что, друзья, собственно, два часа работы и дорожки расчищены. Могу сказать честно и откровенно, да, уже темнее, но дел у нас с вами очень много. День-то у нас только начинается. Сейчас я вам все покажу. Небольшой бардак у меня за спиной, это не самое страшное. Дело все в том, что я собираюсь сейчас вещи разложить, которые я принес из машины. Это займет не так много времени. И, в общем-то, поужинать надо, как подобает в новогодние праздники. А вот завтра в 6 утра я планирую капитально приняться за работу. Что мы будем делать? В ближайшие 4 дня мы будем демонтировать и собирать новую кухню здесь, в деревне Лави. В Королеве, где я, собственно, проживаю, моя кухня уже, говорится, изжила свое, но выбрасывать я ее не хочу. А здесь пригодится. Так что, пожалуйста, я художник, я так вижу. Да. Наверняка тот, кто не подписался на канал Деревня Лави, сейчас с завистью скажет, типа, вот вы, москвичи, приехали в деревню, будете сейчас свою водку пить. Полегче. Во-первых, не водку, а вискарь. Погоди, что-то я не понял. Это что, черная икра, что ли? Ну да. А что такого? Ну, новогодние праздники прошли. Надо же как-то хотя бы отметить Новый год, а потом и Рождество не за горами. Ну, купил баночку. В магазинчике. В Москве черная икра не роскошь. Доброе утро. 5.18 утра. И, о да, недолго мучилась старушка. У нас снова отрубили, блин, электричество. Домик остыл. Благо, я не остыл вместе с ним. Нормально. Проснулся, почувствовал, что холодно, сходил в дровнячок, взял дров, все нормально. Сейчас уже растопил печку, снова будет жарко. Почувствуй себя мужиком, да, в трусах и в валенках ночуешь. Ладно, до утра мне этих дров хватит, а утром мы сберемся, что будем делать. Наши не отступают. Если у тебя, мой друг, нет желания идти к колодцу по сугробчику, тогда берем лопатку в руки и начинаем расчищать всю эту историю от снега. Коего, кстати, накопилось довольно много. Кстати, надо отдать должное и хорошей погоде. Во-первых, было не холодно. Всего минус три. Это нормально. И вроде не слякоть, и вроде не прижимает мороз. Очищать домик от снега нужно очень аккуратно. Во-первых, чтобы не пошкрябать краску, а во-вторых, чтобы не зацепить деревянный декор самого домика. Так что, ребятки, аккуратно работаем. Угу. Незамерзающие замки замерзли. Класс. Что делать будем? Заберем в дом погреться, да? Ладно. Есть идея. Как говорится, если умеешь мыслить креативно, будет над чем посмеяться соседям. Да, ребята, у меня все инструменты в хостблоке, поэтому уж извините, но отвертку пришлось сделать из подручных материалов. Ничего креатив никто не отменял. Приятно удивлен. Даже после таких лютых морозов вода в колодце практически не замерзла. Все можно пробить ведром. А вот цвет воды, мягко говоря, меня не устроил. Надо прокачивать колодец снова. Понимаю, полтора месяца не был на даче, но, тем не менее, будет чем заняться. Святой источник прям с яблоком. Ну что, время 12 часов дня, и, в общем-то, можно начинать работать. Электричество дали. И наверняка вот у тебя, мой зритель, уже возникает вопрос. Доколе? Доколе это все будет продолжаться? Что это такое? Почему в 2022 году вырубают электричество? Давайте разберемся. У нас в гостях гость. Здравствуйте, уважаемые телезрители. С вами региональная передача Патриепийска. И сегодня у нас в гостях человек, который отвечает за энергетику в регионе, в Тверской глубинке, так сказать. Человек, который, собственно, занимается технологическими подключениями, отключениями, переподключениями, периодическими отключениями электроэнергии в разных, так сказать, регионах. И вот сегодня я бы хотел поговорить и затронуть важные вопросы, сложные вопросы. И, наверное, в первую очередь я хочу спросить, доколе, доколе будут отключать электроэнергию у населения? Что происходит? Почему это, собственно, такое вот безобразие творится? Как вы можете это прокомментировать? А? Побледить. Знаете, страшная ситуация происходит на данный момент. Вы знаете, тотальное обледение, обледеневывание навесных электропроводов, значит, сугроб, сугроб как навалится вот после снегопада очередного. Это не мы виноваты, это снегопады виноваты. А что мы можем сделать? Что отменить снегопад, все, мораторий ввести, да, на заснеженность, мораторий на осадки. Мы что можем сделать? Вот мы едем вот одной машиной по всей Турской области с 5 утра и ищем кабеля, ищем кабеля, да, чтобы, кажется, соединить, спасти население глубинки. Ну, хорошо, спасибо. Вот сегодня произошла ситуация. 2022 год уже на дворе. Я проснулся в 5 часов утра. Колотун страшный, холодно. Света нет, тепла нет, электроконвертер не работает, ничего не работает. Уважаемые, вы понимаете, что 22-й год, 22-й год мы находимся в 140 километрах от столицы России и всего мира, и у нас вдруг пропадает тепло. Ну, благо у меня печка есть, благо вон трактор заведен, если что, можно в кабине погреться. А людям-то, людям простым, что делать? Что это такое вообще? Кто за это будет отвечать? Перед населением, перед людьми, просто вот, как на духу расскажите, только честно. Ситуация страшная. Ситуация страшная. Ничего сделать нельзя. Нету, нету еще технологий, которые придут нам на помощь. Понимаете, мы не всесильные. У нас, понимаете, электроэнергия, это сложная часть вообще нашей жизни. Мы, 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 что, что я могу сделать? Я могу людям, вот, может быть, всем раздать, там, теплые одеяла, варежки, значит, носки шерстные, чай горячий вот разливать. Что сделает? Ничего не сделает. Надо, надо ждать технологий, надо ждать, ну, мы все, наши полномочия все, вот, да. Ну, я понял, я понял. Хорошо, хорошо. Спасибо, спасибо большое. Спасибо, спасибо, что с нами остались. Как у любого зажравшегося москвича, после ремонта в Королеве у меня осталась пара-тройка ненужных кухонь. Ну, одну я решил установить в деревне Лайф. Как вы, наверное, могли заметить, функционал у этих ящиков не сильно хорош. Именно поэтому я совершенно спокойно их сейчас разбираю, полностью убираю все уголочки, они мне, конечно же, еще пригодятся. Попробую даже саморезы какие-то не до конца убить окончательно. И будем разбирать сначала вверх, а потом уже вниз, потому что, как говорится, сверху вниз пойдем, так проще будет. Кстати, очень спасает в этом деле шуруповерт, потому что без него крутил бы руками. А это, поверьте, такое себе удовольствие. Всю красоту и роскошь тоже придется, к сожалению, демонтировать. Но ничего страшного, это все того стоит. Ну что, мы с вами разобрали на запчасти фактически всю эту историю. Вот, наверное, кто-то из вас может сказать, Эх, Серега, Серега, шо ж ты, б***ь, наделал-то, а? Ну как так? Ну кухня хорошая была. Ребята, я привез новую, клевую кухню. Никогда не устанавливал, не умею, поэтому будет интересно. Флеруа Мерлен мне удалось пообщаться с очень опытным и очень знаменитым экспертом. Каким-то мужиком, который стоял там у витрины. Короче, он говорит, бери направляющую и на нее вешай свою кухню, и будет тебе счастье. Спасибо, мужик, сделаем. Если руки золотые, неважно, откуда они растут. Ребят, направляющая-то встала ровненько. Так, значит, направляющие мы установили. Это уже хорошо. Значит, ящик у нас будет висеть и на уголках, и на направляющих. В теории я даже, в принципе, понимаю, как это должно выглядеть. Но я не понимаю, как это собирать. Сейчас разберемся. Абсолютно идеальный навесной шкаф стоимостью 1000 рублей в люра Мерлен включает в себя набор каких-то деревяшек, непонятную коробочку и, самое главное, инструкция. Предположение, мать провалов. Но рискну предположить, что, в принципе, тут все собирается как-то так... Ну, короче, не сложно. Я почитал инструкцию, ничего не понял, поэтому будем разбираться, как говорится, как обычно. Ну, поехали. Шкант 8 на 35. А-а-а-а-а, супер. И евровин. Короче, ладно, оставим это здесь, как напоминает. Давай возьмем две дыры. А-а-а, неправильно. Конечно, не тот взял. Я и не такие кухни собирал. Именно с этой фразы началась сборка ящиков. Значит, исходя из этих вот списаний, нам нужно вот эту халабуду хмурдя пить прямо вот сюда. И молотком туда ее загнать, прямо по самой неболуси. Примерно то же самое нужно сделать с другой стороны. Аналогично. Все, и теперь надо все вот так вот, короче, взять, и вот эти вот бубеньки их туда, и все. Фразу с этой инструкцией без пол-литра не разберешься, я понял, простите, буквально. Моя инструкция. Нужен евровин. Я не знаю, что такое евровин, но теории могу предположить. Что, хорошее дело, плохо не назовут. Будем кока-колу. Закусывать надо. Пошел процесс сборки. Задача, как вы поняли, нехитрая. Сначала собираем каркас. Уж не знаю, помогла ли инструкция, но вискарь точно не повредил. Процесс сборки пошел прям как по маслу. Вообще просто магистр. Просто магистр. Вот взял и собрал. Инструкции какие-то там нужны, инструкции. Кому они нужны, успокойтесь. Пучком. Давай. Сейчас мы прям по-отечески соберем. Ну, давай. Мой принцип прост. Если делаешь, то хорошо. Если собираешь, то на века. Значит, собрали мы вот эту бодягу. Как я понял, собрана она верно. Теперь надо понять, что делать дальше. Сейчас будем разбираться. Давайте почитаем инструкцию. Значит, вот это мы собрали. Дальше. Третье. Ооо, вы что, гоните что ли? Задача была несложная. Мне нужно было всего лишь собрать дверцы. Поскольку я это уже один раз делал, мне это далось относительно легко. Значит, что теперь? Теперь надо попробовать вот эту всю баланду повесить вот на вот эту вот направляющую. Значит, нам нужно сначала прикрепить к ней вот эти крюки. И потом, как говорится, раз и на матрас. Давай пробовать. Ой, ребята, ребята. Если вы думаете, что повесить два крюка на ящик, это просто не тут-то было. У меня на это ушло пол-литра. Полчаса. Переобусь маленько. Значит, планка мне не очень понравилась из-за того, что ящик-то не держится не вот так, а вот так. Ну, обычно, как у меня горизонт на записях. Значит, что я хочу сделать? Я хочу подумать, как можно сделать в теории эти шкафы так, чтобы они висели на стене из вагонки, но при этом, при всем, нагрузка распределялась так, чтобы стена не упала вместе с шкафом. Сейчас что-нибудь придумаем. Нам нужны небольшие винты. Задача была несложная. Нужно было взять уголки, прикрепить их к ящику и снять нагрузку с основных петель. Этим я и занимался. Если вы думаете, что все расчеты я производил на глаз, без уровня, вы абсолютно правы. Именно это я и делал. Но, тем не менее, получилось-то очень круто и очень ровно. Так как кухню я вешал и собирал один, у меня это отняло практически весь день. Так, ладно, это висит. Двери мы потом подрегулируем, чтобы они были ровненько. Висит, чертяга! Висит, не падает. Ладно, сейчас по аналогии делаем второй ящик. Я не буду вас этим напрягать. Быренько все сделаю и потом покажу сам процесс. Второй ящик собирается аналогично первому. Так что тут я вам ничего нового не расскажу, не покажу. В принципе, вы все уже видели и все уже знаете. Так же, как и в первом случае, сзади крепятся уголки и проушины, на которые, собственно, ящик и вешается. Значит, в целом, идея получается неплохая. Ну уж явно лучше, чем было. Надо добить. Надо добить сегодня вверх. А дальше будем заниматься уже нижним ярусом, потому что там тоже сложности. Сейчас я вам покажу момент. Это нормальная ситуация, это бардак. Смотрите, значит, вот получается этот ящик, встык к нему этот ящик и встык к нему вот этот ящик. Значит, я сейчас, у меня разрядился шурупик. Сейчас я добью вот эту вот бодягу, стяну полностью их все, и тогда уже будет по-человече. А дальше низ. К понизу, тут тоже вопросов много. Так. Ну, это уже, по крайней мере, на что-то похоже. Ладно, это уже лучше, чем было. Все, дорогие друзья, я устал. Я вымотался, больше сил нет. Спасибо огромное, что были со мной. Это был выпуск проекта Деревня Лайф. Это был Сергей Гончаров. В следующей серии будет еще смешнее, еще интереснее. Так что подписывайтесь на канал, ставьте лайкосы и оставайтесь с нами. Субтитры сделал DimaTorzok